Все творческие люди бьются за то, чтобы найти оригинальную форму своих выступлений. Пианист и развлекатель из Нью-Йорка Марк Вайсер выступает в роли, скажем так, живой музыкальной энциклопедии. Во время своего шоу он исполняет только те мелодии, которые просит публика, и ни одной из заранее подготовленной программы. Сколько же нужно знать мелодии и как шоу нью-йоркского музыканта стало столь популярным? Об этом в сюжете из Манхэттена. Дорогие радиослушатели, сегодняшний концерт составлен по вашим заявкам. Концертами по заявкам нас не удивить. Мы привыкли к ним еще со времен Советского Союза, но там подобные концерты проходили по радио и телевидению и были тщательно подготовлены. Другое дело в Америке. Музыкант из Манхэттена Марк Вайсер создал свое шоу не по подготовленному сценарию, а как импровизацию по заявкам зрителей. Получилась своеобразная живая музыкальная энциклопедия. Более десяти лет назад Марк создал целую серию концертов под названием битва или дуэль роялей. Сто лет назад, когда только появилась такая форма концерта, а это произошло в Новом Орлеане, в золотую эпоху джаза, два пианиста на самом деле сражались под горячие эмоции зрителей. Кто кого переиграет, кто знает больше мелодий. Сквозь годы эта форма претерпела изменения и музыка от джаза плавно перешла к рок-н-роллу. Мы никогда не знаем заранее, какие мелодии прозвучат в концерте сегодня. Все контролирует аудитория. В шоу Марка нет никакого сценария, и каждое выступление является реальной импровизацией из песен, которые спонтанно просит исполнить любой зритель. Каждую субботу 200 человек приходят в клуб, чтобы услышать любимые хиты Брюса Спрингстина, или Билли Джоэла, или Элтона Джона, или группы ACDC, или Бритни Спирс. Все, что угодно. От рок-н-ролла до бродвейских мелодий, от песен, рожденных в США, до назад в СССР. Все, что угодно. Без обид, но вы далеко не первый, кто выступает с подобными концертами. Конечно, нет. И у вас много конкурентов. Дуэт-рояли – это всего лишь форма выступлений, которая достаточно популярна в мире. Я думаю, что только в США с подобными концертами выступают порядка 900 профессиональных музыкантов. Моя продюсерская компания довольно большая. Мы проводим порядка 600 шоу ежегодно. У нас работают более 100 пианистов почти в каждом штате, от Нью-Йорка до Калифорнии, от Техаса до Мэйна. Здесь, в Нью-Йорке, мы дома. И это наш основной состав, с которым я работаю уже 13 лет. Сцена клуба The Cutting Room стала главной для Марка и его команды в Нью-Йорке. Как проходит само шоу? Люди выбирают из каталога. У нас нет никакого каталога. Мы не ограничиваем зрителей в выборе песен. Ни обязательного списка мелодий, ни рекомендованного репертуара у нас нет. На каждом столике находятся бланки и ручки. Люди пишут названия мелодии и с символическими чаевыми для пианиста передают эти записки на сцену. Вы можете запросить любую песню из репертуара Taylor Swift или группы Queen. Любую песню на английском языке. Это то, что мы знаем. А если никто из нас не знает заказанную песню, мы незаметно скроемся на пару минут за сценой, быстро разучим эту песню и исполним ее. К тому же у нас есть айпэды. В редких случаях интернет помогает избежать провала. В шоу кроме самого Марка участвует еще один пианист. Именно с ним Марк выходит на музыкальную дуэль и еще барабанщик, который держит темп и ритм-шоу. Составляли ли вы когда-нибудь горячую десятку наиболее популярных песен? Конечно, это Piano Man Билли Джоэла, Не прекращай верить группы Journey, живя молитвой Bon Jovi, богемская рапсодия группы Queen. Очень популярна песня «Дьявол объявился в Джорджии». Многие хиты музыки кантри, например, «Милый дом Алабама». До сих пор люди обожают хиты групп Spice Girls или Backstreet Boys. А Sweet Caroline – «Милая Каролина»? Абсолютно. Вы точно услышите ее в течение первого часа. К этому шоу Марк пришел не сразу. Я вырос в Нью-Йорке и начал выступать 16 лет. Я переиграл во всех барах и клубах города. Выходит, что я провел на сцене две трети своей жизни. Также я успел написать шоу для Офф Бродвея. Это было лет 10 назад. А последние 20 лет я выступаю в битве роялей. Эта битва отражает мой боевой характер. Не повторять на сцене одно и то же каждый день. Я никогда не работал в офисе, никогда не ходил на работу в костюме и галстуке. Поэтому моя работа – это работа моей мечты. Ваше шоу больше рок-н-ролльное и название взято из известной песни «Билла Хейли». Естественно, чтобы собрать репертуар, вам нужно начать с мелодии 50-х, 60-х. Допустим, что я фанат джазовых стандартов. Обожаю песни Сенатора, Беннета. Вы правы, хорошие песни не умирают. Только время может доказать то, что песня стала долгожительницей. Например, «Over the rainbow» – «За радугой». Такие вечно зеленые шлягеры можно играть в любом стиле, петь на любом языке. Их будут знать и петь все – от детей до пенсионеров. Любопытный персонаж по имени Марк был бы очень интересен телевидению. Но кажется, что роман с телевидением у него не получился. Почему Марк не участвует в телевизионных шоу? Я участвовал один раз. Это было шоу на канале Fox «Не забудь слова песен». Ведущим был Уэйн Брэдди. Я стал финалистом. Как хорошо заработал, что смог внести аванс за покупку дома. Причем я честно сказал продюсерам, что живая энциклопедия песен – это моя профессия и что я унесу с собой много денег. Но продюсер сказал «Это же не наши деньги, а канала Fox. Так что играйте на здоровье». Больше меня на телевидении не приглашали. Так что это была моя единственная минута славы на телевидении. Поскольку у вас есть конкуренты среди подобных шоу, вы должны быть искусственным маркетологом, пиарщиком. Что вы делаете для того, чтобы привлекать публику столько лет? Во-первых, это моя основная работа. И я уделяю ей все свое время. Я и музыкант, и продюсер. И особенно горжусь тем, что наше шоу единственное, которое спродюсировано самим исполнителем. Мы сами занимаемся рекламой и продвижением. Мы сами приветствуем зрителей в фойе и провожаем их до столика в зале. Мы занимаемся аппаратурой, роялями и ведем переговоры со всеми клубами. Дело в том, что еще 13 лет назад я решил, что больше не хочу работать на чужую компанию. Я хочу сам быть своим боссом. Тем временем концерт продолжался уже почти 4 часа. Разогретая любимыми хитами публика, покидать клуб не собиралась. А я все ждал песен на русском, украинском или хотя бы на идиш. Но ничего из нашего не дождался. Публика приезжает в Нью-Йорк со всего света. А это значит, что однажды я могу получить заявку на украинскую или русскую песню. Но раз до сих пор нас не забросали камнями из-за этого пробела в концерте, мне понятно, что весь мир знает и поет американский рок-н-ролл. Битва роялей состоялась в Нью-Йорке уже в 500-й раз. Но по большому счету, история рок-н-ролльного шоу началась не 13, а 67 лет назад. И эта история продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok